Здравствуйте! В эфире Астана Онлайн, программа в которой мы оперативно и достоверно говорим на актуальные темы искусства, науки, культуры и образования. Театр Астана Опера объявляет набор юных талантов в детскую студию. Об этом наш разговор с режиссером Театра Астана Опера Натальей Кагади. Наталья, добро пожаловать в нашу студию. Мы рады очень, что вы пришли к нам. Но прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Прошу. С декабря прошлого года при Театре Астана Опера открыта детская студия оперы и балета для обучения ребятишек классическим искусствам. Требования по трем направлениям различные. В детский хор мы набираем детей, в приоритете дети с музыкальным образованием. Но также, если родители чувствуют, что их дети имеют какие-то хорошие вокальные данные, то они также могут подать заявку, приложив видеозапись выступления. Все заявки мы рассматриваем, и если они соответствуют требованиям, мы приглашаем на прослушивание. Образовательный центр для детей находится на минус втором этаже. Это своеобразный закромат театра, куда посторонние захаживают нечасто. Чтобы войти в здание со служебного хода, нужно надевать бахилы. Сотрудники театра объясняют, что помещения слишком большие, и убирать их долго и трудно. Все классы имеют звуконепроницаемые покрытия и монументальные двойные двери, которые не так просто отжать с непривычки. Зато коридор не разрывают посторонние звуки из разных помещений. Идея создания образовательного центра для детей – инициатива руководителя театра Тулигена Мухамеджанова. Нашелся и костяк активистов. Артисты оперного, которые загорелись новой затеей. Что это нас порвало? Смотрите, вон они идут. С ними мы сделали уже более, можно сказать, они участвовали более пяти концертов. В детском образовательном центре оперного театра надо всех спеть, станцевать и сыграть. Причем в самые короткие сроки. Поэтому предпочтение при приеме отдается детям, которые уже владеют хотя бы азами музыкальной грамотности. Из своего, пусть не продолжительного опыта, педагоги уже поняли, что самые хорошие результаты у малышей – детей пяти-шести лет. Они не просто выполняют поставленные перед ними задачи, но и заряжают своей энергией старших ребят. Позитивно влияет появление детей на сцене и на основной состав взрослых артистов. Это как глоток свежего воздуха, после которого хочется радоваться жизни. Когда я узнал о том, что идет набор среди детей, я очень удивился, потому что в моем понимании астана-опера – это что-то такое серьезное, где выступают достаточно взрослые дяди для детей и тети. Но потом подумал, почему бы и нет, ведь в фильмах тоже принимают участие дети, и любое творчество не чуждо ни для одного ребенка. На самом деле, вообще распространено такое мнение, что вообще все, что связано с детьми, это имеет вот такой вот налет детскости, несерьезности и так далее. А на самом деле, вообще работа с детьми любого возраста и в любом месте – дело очень серьезное, ответственное, потому что закладывается в них, потому что в них закладываются, собственно говоря, все эти личностные качества, которые в дальнейшем будут просто проявляться уже во взрослом человеке. И либо помогать ему, либо, может быть, как-то мешать. Потому что со временем люди обрастают таким огромным количеством каких-то комплексов, которые мешают человеку жить, существовать, полноценно трудиться, и самое главное – проявлять себя, реализовать себя как творческую личность, потому что все люди талантливые, имеют какие-то, так сказать, особые дарования. И вот какие-то приобретенные, с детства заложенные неправильные моменты, в общем-то, мешают просто, просто мешают человеку максимально раскрыться. По каким параметрам происходит набор? Набор происходит, в общем-то, поскольку у нас театр музыкальный, то, конечно, то, какие, прежде всего, музыкальные какие-то таланты, заложенные в ребенке, которые можно действительно максимально раскрыть. Ну, в частности, если это оперное направление, оперная студия, то это, естественно, голос, прежде всего, и это главное. То есть, допустим, у нас был уже ни один набор детей, ни один конкурс мы просмотрели, и приходят дети очень талантливые, потому что дети, в общем-то, талантливые все. Да. Вот, но при всех его талантах есть явные, скажем так, моменты, недостатки в голосовом отношении, в слухе и так далее, которые, в общем-то, преодолеть достаточно проблематично, и на это нужно потратить достаточно много времени. А поскольку мы производство, мы театр, имеющий такое, как бы, серьезное название, астана-опера, вот, оно заведомо накладывает определенные, скажем так, требования, вот, и в какие-то моменты мы принимаем решение, что мы не можем уделить этому ребенку максимум внимания, несмотря на то, что он, допустим, актерски очень интересен, потому что там, ну, есть проблемы голосовые. Вы сказали, что отбор уже был, вот, в прошлом году, да? Сколько на этот конкурс, получается, пришло детей, сколько прошло этот отбор, и кто из них сейчас уже выступает? У нас было два больших набора. Первый набор, когда студия, собственно говоря, зарождалась, формировалась, это был ноябрь месяц, вот, и тогда нами было просмотрено около ста детей. И было принято около 70 человек. То есть, уже приходили довольно-таки... Да, это был вот такой первый опыт, он был достаточно такой экспериментальный, для того, нам самим нужно было, как бы, понять, как это все, заварить весь этот процесс именно вот на базе такого театра. Поэтому мы, в общем-то, сделали такой акцент на детей наших сотрудников, потому что наш штат достаточно большой, в общем-то, и мы надеялись, что у нас... Мы рассчитывали на гены, которые не могли, так сказать, не проявиться в детях. Вот, и, в общем-то, этот первый опыт был достаточно удачный. Нам удалось, в общем-то, даже сделать спектакль собственный. И подтвердить научный факт. Да, и показать, что, да, в общем-то, все имеет место быть, и очень были интересные дети. И потом, в феврале месяце, мы уже сделали другой набор с акцентом на то, чтобы дети все-таки имели музыкальное образование, хотя бы начальное, хотя бы элементарное. Вот, потому что у нас уже шли в репертуаре были запланированы серьезные такие оперные полотна, богема опера и опера Тоска. Вот, и уже поэтому здесь необходимо было иметь для детей не только таланты и голос, и сопутствующие какие-то вещи, но и иметь музыкальное образование. Потому что тот темп, в котором вообще шли постановки, он просто... Ну, нужно было, чтобы дети обладали хотя бы элементарным уровнем, потому что там сложные материалы, это большие полотна. И получается, когда они перейдут во взрослую карьеру, наверное, оперного певца, они уже будут готовы, и профессионалы, получается, которые видели и зрители, исполняли достаточно серьезные... Да, да, да. Потому что дети, которые у нас вот пришли в феврале месяце, они 11 апреля уже вышли на сцену, сыграли спектакль. Два спектакля сыграли, две премьеры. И, в общем-то, за месяц фактически, потому что пока прошел конкурс, результаты начали, так сказать, заниматься, и пока они вошли в этот процесс, и дальше началась постановка, и это было каждый день. Это было иногда даже две репетиции утро и вечер. То есть это такой, даже для взрослого артиста, очень... Достаточно плотный график. Очень плотный график, очень такой тяжелый, чисто физически. А как себя чувствуют дети? Ну, понятно, взрослый человек артист, тем более оперного, он себя и везде подает как артист. А это же все-таки ребенок, или он тоже уже входит в образ этого оперного певца? Они, конечно, работали вообще в основном на уровне подсознания, потому что они, что я, кто я, где я, когда выйду на сцену, то есть это для них были какие-то такие вот вещи еще не познанные, еще что-то там далеко. И даже, кстати, многие дети, у нас, к сожалению, я должна отметить такой факт, в общем-то, они на вопрос, допустим, идет конкурс, и на вопрос, что ты видел в театре, какой спектакль там, в общем, какого героя ты вот помнишь, они начинают перечислять то, что они видели в кинотеатрах. То есть что такое театр? Для них это было вообще совершенно другая планета совершенно. Но после того, как у нас прошла премьера, и они уже почувствовали сцену, они услышали аплодисменты, они, конечно, просто на урок, даже вот ко мне на актерское мастерство, пришли совершенно другие дети. То есть они повзрослели, они выросли во всех смыслах. Вот. И вот я, конечно, проводила такое, мне было важно понять, как бы, как с ними дальше работать, потому что за месяц дети, которые даже не знали, что такое театр, отдаленно где-то там слышали, и практически никто не был в театре, и они попали на сцену, они все это прожили, и мне было важно понять, как с ними дальше работать. Я поняла, что это уже артисты. Да. То есть мне нужно было дальше уже думать о системе, потому что с ними уже надо работать совершенно по-другому. Нет, дело не в капризах. Капризы закончились после премьеры, потому что дальше они... Профессионалы. Ну, у них тоже еще многое происходит на подсознании, но уже другое подсознание просто. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, ну, будучи режиссером, все-таки работая с детьми, вы автоматически становитесь педагогом. Да. Как вы считаете, какие качества нужно вытянуть из ребенка, чтобы сделать из него профессионального артиста театра? С детьми работать очень интересно. Вот у меня большой опыт работы с взрослыми артистами разных возрастов, с детьми очень маленького возраста. Я в консерватории преподавала и в Академии искусств в России. То есть это у меня были студенты. Совершенно вот три такие разные абсолютно уровня актерского материала. Но то, что касается детей, с ними работать очень интересно и, в общем-то, очень эффективно, потому что у них нету вот то, что взрослые, допустим, когда учатся, например, студенты, да, и даже вот люди, которые уже работают в театре, и у них вот есть такой момент, да, они должны поверить в то, что вот они сейчас этот образ, что вот это на самом деле не стол, допустим, в репетиции, там, я не знаю, это там, ну, машина или что-то, да, то есть вот это называется вера в предлагаемое обстоятельство, да. Я, выражаясь профессиональным языком, то для детей, вот то, чему вот взрослый человек должен, он же видит, что это, ну, это не машина. Ну, вот как он должен, да, он настолько это должен вот поверить, ему очень сложно. С детьми все по-другому, они верят моментально, то есть как только им говорят, что это машина, у них моментально включается фантазия, и работа происходит достаточно быстро. Замечательно. А с кем сложнее все-таки, со взрослыми или с детьми? Так главное, чтобы исполнители вот хотели, когда не хотят. Вот самое сложное, когда не хотят. Без разницы, ребенок это или взрослый человек. Да, да, не важно, кто, вот как только вот не хочу, но оно же бывает тоже по-разному, у нас бывает плохое настроение, все, я не хочу. Очень сложно иногда. Если взрослый человек скажет, не хочу, пожалуйста, уходите. Не хочу, это вот здесь. А если ребенок, то его можно... Все понимают, что вот, допустим, этот человек сейчас находится на работе, он должен, хочу, не хочу, но он должен, но вот это вот не хочу. Там какие-то у взрослых начинаются обстоятельства жизненные, там проблемы и так далее, до которых очень тяжело избавиться взрослому человеку. Ну, и тем более человек творческий, он... Они ранимы. Они отличаются, они ранимы, они воспринимаются. У него сегодня нет настроения, потому что вот он там, у него голос не звучит, у него там еще какие-то моменты. То есть вот это вот не хочу, оно как бы имеет разные мотивации. Я бы хотела сказать еще об одном спектакле, в котором поучаствовали дети у нас вот в прошлом сезоне. Значит, это был второй спектакль, и он буквально между вот первой премьерой «Богемы» и вторым спектаклем прошел еще один месяц. Вот, и у нас наши артисты уже вышли на этот спектакль уже совершенно осознанно. Вот, и сейчас у нас открывается театральный сезон, и мы представим зрителям три больших спектакля, и во всех трех наравне с профессиональными артистами будут заняты дети, детская наша театральная оперная студия. Откроется фестиваль «Шелковый путь», который, в общем-то, должен привлечь внимание и наших зрителей, и, в общем-то, гостей. То есть он как бы задумывается как такой очень масштабный проект с участием не только нашего театра, но и с участием приглашенных артистов и даже целых коллективов. В частности, у нас будет Мариинский театр гастролировать в рамках этого фестиваля, и Китайский театр. Будет очень интересно. И вот, собственно говоря, наши спектакли, которые пройдут на фестивале, это «Тоска», «Бржан Сара», «Богема». Балетная труппа представит Ромео Джилета спектакль, и спектакль «Спартак». А из того, что у нас порадует зрителей в новом сезоне, из новых постановок, это будет опера «Аида». Итальянская постановочная группа будет заниматься этим проектом. Балет «Карагоз», балет «Щелкунчик», и, видимо, завершать сезон будет постановка оперы «Абай». Но я думаю, что этим не ограничится, возможно, наш театр, потому что за первый сезон существования Астана-Опера театр представил 9 премьер. Это очень много. 9 спектаклей. Это тем более для детей достаточно... Нет, дети заняты не во всех. Дети не во всех. Я так сейчас уже плавно перешла на вообще наш театр. Дети заняты у нас в... Будут балетная студия. У нас также наравне с оперной студией существует еще балетная студия, и они будут заняты в балете «Щелкунчик». А премьера у нашей балетной детской уже, наверное, труппы произошла в июне месяце, когда был на гастролях у нас театр «Ла Скала» с балетом «Дон Кихот», и дети нашей театральной студии принимали участие в этом вот серьезном таком, серьезной постановке, то есть рядом с артистами, солистами театра «Ла Скала» выступали наши дети. Были на сцене, были на одной сцене с такими мастерами. А в мировых оперных театрах тоже есть такие студии? Да, это практика, в общем-то, мировая, потому что это просто заложено изначально композиторами, которые писали оперы и которые, в общем-то, планировали использовать именно как средство музыкальной выразительности детские голоса. Но некоторые театры, не имея собственной, допустим, детской труппы, но желающие поставить спектакль, в котором предполагается участие детей, ну, там разные ситуации. Они с какими-то музыкальными школами сотрудничают и так далее. Но, в общем-то, мировые театры имеют у себя практику детской студии при театре. Скажите, пожалуйста, вот тем, кто сейчас смотрит наши эфиры, как попасть в вашу труппу, какого числа, с какого по какому числу будут приниматься заявки, как будет происходить набор? Заявки у нас уже принимаются. На сайте нашего театра есть рубрика детская студия, и там есть заявка, на которую можно, собственно говоря, заполнить. И уже по результатам обработки этих заявок у нас будет проводиться конкурс 6 и 7 сентября, где мы планируем пополнить ряды наших воспитанников. О юных звездах можно немножечко узнать? Те, которые очень ярко проявили себя в прошлом сезоне? И первый, можно так сказать, первый проход? Мне бы не хотелось кого-то выделять, потому что они все одинаково талантливые, одинаково предлагают огромное количество сил, потому что в вечерние репетиции дети у нас иногда просто на износ работают, наравне со взрослыми, но это очень серьезно для ребенка. Но это то, что вернется потом ребенку любому, потому что это необычно. Но это хороший задел на будущее. Да, это только положительные моменты. Они у нас почему-то там все отличники, в общем, уникальные дети. Да, и... То есть им это не мешает. То есть, безусловно, они, конечно, очень много, они очень заняты, потому что у них школа, очень много детей у нас занимаются серьезно музыкой, еще параллельно со студией. И плюс вот еще, допустим, есть дети, которые уезжают на конкурс куда-то, на какие-то концерты за пределы Казахстана, потом тут же приезжают, возвращаются, включаются в процесс и выходят в премьерный состав, потому что у нас еще там идет борьба за выход на сцену, потому что, так сказать, желающих, скажем так, больше, чем костюмов и количество детей, которые запланированы режиссером и оперой. Ну что ж, Наталья, спасибо большое за то, что пришли к нам в нашу студию. Желаем вам удачи, детям, профессионального роста абсолютно в любом направлении. Телезрителям напоминаю, что нашу программу можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время.